Вы смотрите новости на телеканале «Север» в студии Ирина Цепетова. Большой праздник подарили жителям Заполярной столицы гости из Норвегии. Обширная делегация северной страны побывала в Норинмаре в рамках Дней культуры Норвегии в Нинницком округе. Они в нашем регионе прошли впервые. Цикл тематических мероприятий начался с шествия норвежской делегации в национальных костюмах по центру Норинмара от площади Ленина и протянулась до Дворца культуры Арктика, где и прошли ключевые праздничные мероприятия. Дни Норвегии в Норинмаре начались праздничным парадом. Праздничный он потому, что 17 мая – День Конституции Норвегии. Этот праздник совпадает с Днем независимости страны и является выходным днем. Несмотря на рабочий день, жители Норинмара с радостью поучаствовали в праздничном шествии. Красивые народные костюмы, яркие цвета и народные скандинавские песни создали праздничную атмосферу. Для Арины Бондаренко, преподавателя первой школы Дни Норвегии в Нинницком округе – большое событие. В 2014 году девушка проходила обучение в этой стране, а сейчас набрала группы желающих освоить норвежский язык. В Дни Норвегии для них отличная возможность пообщаться с носителями языка. Свою поездку Арина вспоминает с теплотой и легкой грустью. Так хочется еще раз побывать в королевстве фьордов. Магазины по воскресеньям все закрыты, ничего не работает. Нужно сидеть дома и все. Это, наверное, самая отличительная черта. А так, нет, норвежцы очень гостеприимны. Знаменательная встреча со скандинавами стала и для окружных скаутов. Прошлым летом они побывали в международном летнем лагере скаутской дружбы в Норвегии. Там ребята получили бесценный опыт международного скаутинга. Дружбу с европейскими коллегами поддерживают до сих пор и с нетерпением ждут их визитов за полярную столицу. Мы зарегистрировали их ВКонтакте. И мы, так как они не говорят по-русски, мы не говорим по-норвежски, мы общаемся в основном на английском языке. И, конечно, иногда у нас есть какие-то ошибки, но мы друг друга все равно понимаем. Не обошелся главный государственный праздник северной страны без ее гимна. К его исполнению присоединились и жители Ненецкого округа. Пройдя по центральной части Норинмара, участники празднования отправились в выставочный зал, где открылась фотовыставка «Цвета Арктики» норвежского фотографа. Асберна Нильсена всегда описывают как фотографа, который, работая с цветом, творит невообразимое. Каждая работа – это вдохновение уникальной палитрой. Красной нитью в нескольких выставках фотохудожника проходит тема цвета. Краски запечатленных гор – основной элемент. Он влюбляется природой и ландшафтом севера. То есть изображены, фотографированы, снятия тут достаточно суровой ландшафт и своеобразная природа нашего Норвежского севера. Выставка будет работать для жителей округа до конца июня. До конца мая есть возможность оценить самые популярные образцы норвежского дизайна. Появившиеся за последние сто лет. Цель фото-выставки «Норвежский дизайн. Взгляд через столетия» – показать разнообразие норвежского интерьера, познакомить с его образцами и побудить к дебатам о том, какие ценности создает дизайн и какой вклад в будущее он может внести. Там выбраны 30 картин победителей, то есть по мнению читателей газеты «Автенбоссен». И вы это все, я думаю, вам будет всем интересно там проходить и посмотреть. Подарком для посетителей выставки стало исполнение «Йойка» – традиционного песнопения «Саамов». Для «Йойка» характерен особый ритм, повторяющийся на протяжении всей песни одних и тех же, красиво звучащих, но часто лишенных прямого смысла слов. «Йойк», которую услышали на Ринмарце – песня жениха будущей жене, в которой он описывает свою малую родину. Ярким событием стал большой концерт с участием норвежских и российских музыкантов на главной сцене Дворца культуры. Генеральный консул королевства рассказал, что год назад на встрече с главой Нинецкого округа у него появилась мечта отпраздновать День Конституции в Наринмаре. По словам Оли Линдемана, хорошая конституция – хороший повод для праздника. Мечта стала реальностью. Большой честью для консула было передать поздравления от короля. «Хочу воспользоваться случаем и поздравить с праздником представителей самского народа и также поприветствовать сотрудничество по вопросам коренных народов между самыми и немцами. Гаральд Эрекс – король Норвегии». Архангельский государственный камерный оркестр под руководством Владимира Ануфреева и норвежский саксофонист Ула Роконас исполнили сочинения Петра Ильича Чайковского и Эдварда Грига. Слушатели познакомились и с творчеством трио «Айя». Музыка-трио – это мистический сплав саамского народного пения, электронной музыки, рока и джаза. Надежда Литкова, Антон Водряков, телеканал «Север».